всем привет вы слышите лёшу халецкого и это первая серия одной из моих командных игр в паре с 12g на командном турнире который проходит в моей группе сейчас вы уже видели стрим нашей командной игры игры с 12g но это была тренировка с турнира я стримить не собираюсь более того мы сыграли уже три игры три игры я вам буду показывать только третью она хоть и получилось длинный так что будет разбита на серии а в первых двух мы проиграли но я не из тех кто выкладывает типа только победные видео так что не думайте что я и в этой третьей игре сейчас победю дело в том что просто в тех двух играх реально смотреть нечего я все-таки считаю что показывает только те партии которые чем-либо интересны тем не менее вот сейчас вы видите фрагменты самой первой партии это сделано для того чтобы отметить кое-какие два важных момента которые по моему не очень правильные в циве вообще в принципе ну во первых посмотрите наше расположение на карте это командный турнир но к сожалению на нем есть карты которые кидают сокоманников в очень удаленные территории и первая партия получилось эдакой парной дуэлью то бишь у меня была дуэль против одного из соперников из их команды и у 12g которого кстати иван зовут лучше может его ваня буду называть и у него была дуэль с другим то есть по моему мнению это вообще не командная партия такая дуэльная я не считаю что это как бы правильно на командном турнире вот такие карты играть но к сожалению вот так получается что же сделать а второй момент вот обратите внимание сейчас специально этот фрагмент видео вам демонстрируем я знал что в 3d режиме цива иногда не прорисовывает военный юнит и вам кажется что у соперника поселенец беззащитный идет или рабочий беззащитный а на самом деле там какой-то копейщик или лучник его защищает если переключиться в 2d режим то эти юниты видны а в 3d режиме нет не знаю за счет чего этого этот глюк происходит но в данном случае произошло еще более интересное у нас было важное стратегическое место между мной и соперником который кстати был iron butterfly где было важно поставить город у меня вроде бы удалось оттеснить его юниты я поставил свои юниты так чтобы видеть поселенца соперника но в этот раз впервые я видел глюк когда поселенца не видно то есть вот сейчас вы видели что город англичанином поставлен но не на прошлом ходу не на этом поселенец нам просто не виден так как тут в турнире запрещено ходить на последних секундах и я уверен что iron эти правила соблюдает действительно там явно поселенец ну секунд двадцать стоял как минимум его не было видно и в начале хода когда он поставил город его не было видно еще есть конечно вариант что поселенец прошел мимо килиманжаро и просто без потери хода встал на холм но и этого не было килиманжаро в этой игре не было в общем имейте ввиду что в цире могут быть даже в 5 цире могут быть невидимые поселенцы что очень конечно неприкольно и в моем случае сыграла со мной плохую шутку я не очень качество поставил города правда скажу прямо это на наш проигрыш никак не повлияло мы бы проиграли в любом случае ну а в следующей партии была игра на карте запад восток там мне очень быстро вынесли мою столицу на море соперники грамотно воспользовались своим развитием и там показывать тоже совершенно нечего просто потому что мы пытались всю игру развить 12g но когда в командной игре у твоих соперников оба игрока в полном здравии а у вас в команде один калечный а другой хотя бы нормально развивается то все равно это будет заведомо проигрышная партия и показывать 6 часов подобного по моему совершенно не интересно а вот эта партия которую я вам планирую наверное в трех сериях показать занимательно необычно хотя опять же на карте пангея где нас выкинуло на две дуэли в любом случае я считаю что это стоит посмотреть и на этом вступительное слово считаю завершенным приятного вам просмотра почему мы так странно родились расскажи мне что это вообще за у меня или вина у тебя три алмаза нет и посмотри в каких мы местах такое ощущение что это нифига то есть как будто соперники между нами находятся а может один справа сверху другой слева снизу я вот думаю уходить с воды не уходить я бы не уходил а ну я про себя говорю а про тебя кстати у тебя давайте там неплохо ну прыгни этим дуболомом на холм посмотрим чё там о я бы часы гря вот на этот холм который рядом с горой бы поставил с горой даже ну да другое дело что конечно киты как бы ты уходишь от ресурса роскоши получается да но мне на самом деле идея с холмом нравится можно поставить на левый просто холм забить на речку играть как бы отталкиваться от того что у нас будут стычки в начале они развития ты смотри я прямо тут поставил до срекуте шикарный будет пантеон на вино вся куча культуры обрабатывать должен буду она такое себе ну у тебя как минимум он есть на 2 еды и 2 золота то есть почему нет тем более что будет давать культуру и веру а у меня 33 алмаза кстати то есть мне пенсионно левый алмаз поставить сразу в смысле левый алмаз именно сразу влево двинуться и поставить и так думаю мы шуете с реки и не ходил уже нет еще ну да я просто отталкиваю я думаю просто про то что мы сейчас все равно найдем их скорее всего они будут тоже по диагонали мне так кажется и нам придется воевать вместо конечно тебя ну как бы вот начало неплохое а дальше что у тебя холмов даже суши ну меня просто я не очень понимаю если у тебя сверху море и у меня сверху море я могу предположить что вот это у меня полуостров такой вот который там где у меня сейчас дуболом стоит да и там тоже как будто как бы море идет то есть это такая пангея ты знаешь что они оба могут быть внизу внизу слева а мы с тобой как бы находим то есть это как бы наша пангея но мы тупо разделены морем вот что меня смущает несколько то есть мы как бы на своей половине но между нами куча моря мне кажется вот все что мы сейчас видим вот это при так квадрат да и вот мы покроем квадрата с тобой находимся то есть карта на не будет большой же тоже на четверых нет это пангея четыре человека должны в принципе уместиться если представить что один ниже тебя ну да да но дело в том что это не квадрат во первых в пангеи ты не квадрат а прямоугольник всегда если это прямоугольник то в принципе тут еще куча места есть по-хорошему ну вообще ладно рестарт на каком ходу можно просить включительно 5 включительно так что я предлагаю короче я тут вставлю они они вон все дружным дружной команды куда-то пошли я тоже решил на воде поставить пускай они думают что мы типа вместе на воде и мы сейчас будем торговать караванами также вот наводство хочешь ну да ну принципе давай потом гончарку откроем ямбар сразу бах тут по-любому если вот если у меня вот такие места будут да и где-то быть недалеко сопернику тут очень важно будут коляски надо знать сколько лошадей вообще и где они вон мега грешка сверху нельзя наверное в эту сторону пошел и надо было влево идти я думаю они где-то слева а там религиозная ты можешь сразу на эти алмазы взять а я сам своего основу и потом или алмазы ты по цвету этих по цвету ну можно по цвету границ на клетку наводишь там написано клетка ну да в асекан точь когда играешь в кучу игру же все эти мелочи так забываешь вот поэтому чтобы играть хорошо в целу надо постоянно в нее играть то есть ты какие-то вещи должен на автомате делать блин а может тебе все таки по или ты и так и так уже веру возьмешь я построю то есть пантеон стоит мне брать и ты можешь религию взять и я в принципе можно просто полезные вещи у них забрать какие-нибудь нам не обязательно даже в одной вере быть ты заберешь одни деньги я заберу другие не будет ли у нас религиозных споров на суши не видно тут прям море я думал у нас еще два два хода это даги старт если что меня меня вот я боюсь что у тебя там слева может оказаться что-нибудь плохое и даже город пока вот некуда ставить принципе плохое ты оба соперника если слева ну блин ну даже панге и вообще я вообще не понимаю честно говоря как тут что расположено если мы с тобой вот так стоим то где же они может меня что-то внутряг хотя вот вроде внизу вон мой есть еще это не море это озеро за да эти надо будет вот вверх эти мне интересно кутись какой-то проход между нами но мы как-то далековато друг от друга с другой стороны на панге и нету золоченных команд не знаю среди тут у меня выглядит как будто тут у меня уже конец что тут море какое-то не четыре лошади есть что такое ощущение что они где-то рядом с тобой по ходу они со мной до 4 лошади еще 4-го имя даже не 4-ми 8 лошадей в столице ну это последний ход да все уже не можем ну давай играть поиграть места давай играть взял с очень интересно что-то необычное такое о килиманджаро ну вот знаешь я подозреваю и кстати перед игрок думал типа что килиманджаро им достанется просто почему-то под мысль такая почему они час килиманджаро будут играть почему и легко от меня ты смотри куда город нужно тащить или тебе или мне хотя тебе ближе наверное вообще ты что что-нибудь там город у тебя не очень хорошо ну не то что решил но просто я подумал что будет килиманджаро и что слушай смотри между нами какая-то горная гряда вообще вот просто на мини-карте посмотри просто между нами тупо а без руин же да да без руины можно не надеяться ну и где юст наверно нашел кого-то из нас не вайпер а да кто-то кого-то на вот интересно где восемь еды австрияка у него восемь еды они чудо нашли они два чудо нашли восемь еды значит у них 33 то есть у австрийца три еды и три еды и 2 еды от центра города или он уже до трех вырос нет еще не вырос там скорее всего просто вон где видишь ну слушай если лучше еду за лагеря наверное возьму те но и вино обрабатывать же не буду если американец где-то внизу то он получится где-то между нами можно будет на нему с двух сторон переть например а он уже проходил видимо килиманджаро да он уже подходил я посмотрел что у него взято вон вон американец видишь где далековато принципе тебя надо в волю играть я как минимум могу вот под горой ставить где видишь цитрусовые бананы и корова вот сюда поставить потом можно поставить на берегу где рыба вон слева где бизоны то есть вот это уже для двух городов место ничего такое нет не знаю может неволю то не брать даже да ну ты мы не знаем где австриец может австриец где-то рядом с тобой с той стороны может это вполне может быть то есть опять две дуэли будет блин но это тупо ты какая-то никома это какой-то не командный турнира дуэльный и смотри что мы традицию в один пока взял ты до совершил что если увижусь что-нибудь то мы что смотреть мы отделены горами вот горная гряда просто мансы конго мы первые нашли мы молодцы ну не знаю например американцу стремится килиманджаро город ставить тоже так себе ну да ему еще дальше может вот и царь да если эфиоп где-то ой эфиоп этот я где-то ниже находится вот справа от него тогда это вообще плохо конечно тебе тут не дадут жить но если бы встрях был справа от меня то он бомбан закон нашел я думаю мне тоже интересно да фиг за это может быть вы ищете аккоры сверху справа для можно за горами вот там сидит суши можно и тоже в традицию тени я сейчас думаю на все таки надо было волю брать то быстрее развиваться кулуру он как далеко то есть вот смотри вот смотри они нашли они нашли два явно американец первым нашел килиманджаро австрий скорее всего тату лура нашел мне так кажется то есть он где-то вверху вот я прям чую вместо вот конечно прикольно блин варварская сволочь не дала вырасти на этот ход вместо тут завались конечно а сию страницу пошел серьезно но у него 4 культура сейчас добавилось хотя подожди подожди нет волю скорее всего блин я не заметил ищем и первые наши наверное нет еще наверное нет нет не пену австрияк справа от меня все таки справа я волю взял все таки я тоже волю взял но я одну нет или а традицию взял я волю футу ты блин чё ты сказал что у сириуса плюс четыре добавил совершенную тоже плюс четыре думаю неужели я традицию взял плюс четыре это воля просто плюс четыре с этим с с монументом до смоле монумент это 4 автор лидится это 6 ну смотри мне кажется что австрияк очень далеко отсюда вот вот где мы его да мне мне что-то кажется буду города куда-то да да пойдем сириуса да ставь мою мою сторону плюс и все захватишь например вообще на просоре осоре у сириуса какие поля то есть тут бегай колясками шо дурной а ко мне например он колясками не может пробраться только вот меня австрияк-то напрягать будет ну вот я так и говорил что он там ну ему хреново ему через горы надо идти понимаешь города оставить у нас все-таки получше но это тупое расположение я считаю что тупая карта это тупая карта просто тупо что делать о серьезно сейчас он моего этого скаута не видел здесь поэтому на или он видит подожди он наверное видит как у него границы работают не расскажешь также как всегда вроде там юниты только так он видит сейчас моего скаута должен был видеть блин сейчас не должен видеть если там у него не стоит кучу сейчас точно видит он сейчас пошел рабочим явно там где меха я думаю даже города в сторону австрии давай и варвар им варваре мешает может у него луру заберу давай лучников откроем я и взял лучников еще и начал открывать это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console war.ru игра не требует вложения средств и при достаточном умении понимания механик игры человек который не вкладывает деньги может достигнуть тех же успехов что и донатер заходите на console war.ru ссылка в описании и не забудьте воспользоваться фразы и лёша играет для получения бонусов вот где у него рабочий он уже хода два назад туда встал на лес допилит на следующий ход или ты мне даже допилить он ушел все волю пошли день я традицию взял единичку нафига спрашивается мол поразвиваться а сейчас надо на сириусе быстрее ну смотри где американцу ставить города по-хорошему если он быстрее тебя к алмазом сверху подставит будет не очень хорошо да ну он даже кстати не знает где так пошли в коляске с и пошли сразу в коляске может или тебе охота нужно да давай мне не сильно пока важен хотя знаешь давай коляски потом охоту то есть сразу поставить охоту после колясок для я щас пару лучников потом города буду делать о блин вот какое чудо куда вот куда он поведет да блин ну я тут вряд ли что-то смогу сделать конечно вот блин да тут места хорошие ну хотя как хорошие с копиями неплохие будут да просто неплохие скуску с копиями бы я просто смотрю что у меня то места получше в принципе для городов ну копии 6 производства это круто в начале игры стряка 14 уже промки а вон и посел пошел мне кажется он не поведет этого поселок копим он куда-то в другое место поведет ну в принципе а че тут спешить не те надо будет ставить в сторону а а нет все таки ведет сюда да но проблема в том что он будет меня атаковать но смысле а его в этот влочи так давай подумаем где он может поставить город куда вот он прям на благовония он календарь я артемиду построен пока я не думаю что стоит кулуру сейчас бежать так сильно хотя мне не буду зулуру цепляться думаю не стоит того а 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 Да, он скорее всего прямо на благовоние поставит, я думаю. Во всяком случае хочет туда поставить, но немножко помешаем. Смотри, что с Ватиканом происходит, неужто варвары берут. Не, тебе надо города в сторону Сириуса ставить, брать эфи. Да, я так и буду делать. Там австрийец далеко, откровенно. Ну да, поставил Нью-Йорк. А он твой город ты видел уже скаутом? Нет. Так. Ну скаута мне убьют. Если не варвары, так в итоге американец. Что-то без скаута остался, кажется. Хотя нет. Мне уже убили скаута. Правда варвары, но все равно жалко. Так. Ну в общем я... Слушай, блин, надо подумать, как города ставить. Один я хочу вот там, где рыба поставить на холме, видимо. А как тогда вместить тот, который прямо на бананы, видимо, придется, к сожалению, ставить? Третий город. Четвертый можно будет вот там ниже на реке. Видишь тоже у горы, где скот, бананы, медь. То есть как бы вот окружать вот так вокруг его вот эти равнины, но при этом чтобы мои города плохо брались. Вот так вот. слушай вот посмотри пожалуйста я хочу сейчас вот веду налево поселенца вот рядом с рыбой есть на холме а есть на джунглях я вообще думаю ты можешь даже знаешь слева от алмазов на две клетки на к холм джунгли бы поставить к нему там близко это будет там можно еще один город поставить даже мы играем его первым ты можешь еще потом на холме уже бы поставить конечно ты цитрус его не заберешь и ты можешь забрать но ты их не обработаешь скорее всего цитрусу у тебя будут не слушай там он лишь копье идет его лучше сэйфова сыграю видимо на холме все-таки поставлю слушай давай после календаря в лот сейлинг там тоже нам киты нужны и тебе и мне это конечно не самое лучшее вот от люксов роскоши на воде что приходится еще лодку строить чтобы их обработать не самый лучший вариант в то время как американец например просто обработает мих а слушать а где у американца а он благовония ну блин их фига ты сюда встал чмо ты тупое слушай встречка как меня троллят варвары просто подожди ход он коляску и силе уже сделал да он уже первый по армии кстати что он там тупо коляской уже клепает между прочим ну я не думаю тебе город эту поставить и он не пройдет так он этот город возьми до сих пор не выкупил все него есть деньги ты смотри чтоб он тебе не заражил там да к сожалению я мог конечно вылечиться но тут пофигу я не хочу шоу тут пускай лучше этот лучик идет к американцу например не ко мне вообще лишь если я дам стряку еще город мою сторону поставить может плохо кончится на его сторону сначала поставлю уже мы не можем против одного играть правильно ну да да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте, наверное, еще одного рабочего... Юниты я уже буду коляски лучше строить... Так... Так... Ну... Возьми люкс... Ну... Десять ходов у него должен город расти без монумента... Потому что автоматом... Копии не скоро выкупятся, откровенно... Ну, он их купит, как только клетка еще одна будет... Если бы он очень хотел, то он бы деньги просил у Австрии... Так... Так... Ну, давай в метколуки... По-любому обработку камня мне надо... Ух... Ну... 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 Какие у тебя мысли на этот счет... Ну... Двадцать четыре тысячи уже настроил... Двадцать три молотка у него... Ну, хотя там, да, там чудо... Кстати, все на молотках держит... Десять еды всего... Посел, наверное, строит... Двадцать четыре тысячи... Ну... Посел, рыб Community... Зажих resistor наicesс... По труб Terre, если показировано... Ну,, коснулся... ...ды-кинде, сут... Парри... onen... 그 всему... С번risку... Что? Американец на пустыне взял Ну да, у него тут Он тут сейчас, да, наставит городов, у него много веры будет очень Прикольно там Варвары Ватикан напрягают Макин потом Хотя Ватикан, конечно, такой себе Люкс у него не уникальный Слушай, у тебя города вообще когда-нибудь будут? Да, вот сейчас ставится Потом еще поведу, еще с воли возьму через 6 ходов Я стеснялся спросить Да, все нормально Я с одним городом сейчас Третий по молоткам Ну и нет, стою одним городом Плюс сейчас еще города будут Я сейчас демографию буду рвать просто Третий по молоткам В общем, я хочу еще четвертый город ставить ниже и правее Муанг-Салуанга Вот рядом с горой между бананами и коровами А следующий город тогда Килиманджаро В принципе То есть как бы так вот вокруг окружить Тут будет снизу твой город Я надеюсь, Ифе будет твоим И вот с этого плацдарма Как бы мы можем на эти американские равнины Спуститься То есть как бы такой план Вообще Можно еще Я бы на твоем месте еще попробовал колясками Зальцбург взять Просто тупо потому что Я тоже так думаю Я знаешь, думаю Австрийцу очень сложно будет армию подводить А тебе нет То есть настроить колясок и Зальцбург взять Это точно неплохой вариант Я в первую очередь думаю о том Чтобы он сейчас колясками ко мне не побежал Ну видишь, ему сложновато У него такая местность То есть ему сложно будет То есть он может это сделать Но у него коляски намного дольше будут Их построить Да, побежит Я сейчас построю пару колясок на это Чтобы отбиться на всякий случай Ну тут просто территорию контролировать Нет, одну построю Не буду, наверное Так скажем Перебдеть Короче, ты понял Да Не буду слишком много строить Построю еще, наверное, посел Лодочку еще надо сделать Пирамиды надо забрать бы Сириус не строит пирамиды Вайпер не вижу Сириус вполне может в Нью-Йорке строить Потому что Вот эти Копии Они Позволяют очень быстро Он может, но не видно Я про это говорю Да Ну не то, что быстро Вот представь, вот есть холм И дворец Это 3 плюс 3 Обработанный холм Это 6 Нью-Йорк плюс Копии Это тоже 6 Правильно? То есть дворец с городом 4 дает А тут он тоже самое имеет Считает То есть это как столица у него Да, кстати, тебе бы еще Неплохо иметь на один город Меньше, чем они Я тебе напоминаю А я вот уже придумал Знаешь, сколько городов? Получается 5 я придумал Вот ты выдумщик Блин, Сириус тут куда-то прибежал С своей коляской За Муанг-Салуанг Ну где он бегает Фиг знает Пойди найди его Мне вот интересно Поставить Сириус Вот выше Нью-Йорка город Или нет? Он может По-хорошему, конечно, как бы стратегически надо ставить Но В плане защиты И в плане развития Так себе город будет Ему, конечно, третий город Вот там Скаута не забыл там? Нет, он у меня Выше Нью-Йорка скаут Кстати Спасибо, что напомнил Но А он там стоял Вообще, по-моему, с 5 хп С 5 хп И там еще был Варварский этот Лучник Я, честно, думал, что он умрет там Но каким-то невероятным образом он выжил Но никаких американских поселов тут не видно А Ватикан не хочет этот лагерь, чтобы был Блин, а вообще какой-то другой хочет Вон он поставил город Килиманджаро забрал себе Ну, не знаю Ну, конечно, неприятно Я теперь не смогу поставить, где я хочу Но ему этот бонус на холмах не поможет против джунглей твоих Ну да Ну, хочет Ну, в принципе Это хороший город В том плане, что он не дает мне поставить там, где я теперь хочу ставить города Слушай, ну тебе теперь надо справа от Бостона тоже Ну, не прямо сейчас Справа от Бостона Я думаю, я еще выше Адва поставлю, ниже Адва Да, да То есть, я там как раз Чтоб с нескольких сторон напрягать его Так Так Пирамиды бахну, все-таки Здесь, конечно, еще не поздно Здесь, конечно, еще не поздно Он там много армий настроил Ты поаккуратнее Ну, я на 6000 отстаю Да я думаю, что он просто тупо сейчас строит армию Ну, я тоже буду Тупо строить армию Уп Так Они тоже вышли, что-то я не заметил Да, они тоже вышли С этим же ходом, да? Да Смотри, как он к теми колоками не побежал Тебе нужно столицу лишь отрастить быстрее А то у тебя надолго уже на тройке держится Так я посила встрою Так Ну, не знаю, пошли В математику Нет, слушай, давай этих всадников откроем Да, придется все-таки наземные караваны пускать Потому что там плавают варвары У меня нету сейчас Ни времени, ни производства Заниматься Триремами Ну и тем более, что морские караваны стоят подороже Триремами Гадкие варвары украли рабочего у Ватикана Так, ну теперь мне, значит, надо Город Блин, хоть ты прямо на меди ставь Слушай, я вот думаю, прямо на меди тогда город ставить Вот смотри, справа от... Ниже Ватикана Ниже Ватикана Потому что если на реке ставить, то нету ни холмов И он как бы с американской стороны неплохо берется тогда В гиря забрали Смотри, красиво Сверху Ватикана Я вот думаю, может мне и рабочего Ватикану отдать Будет неплохо, да То есть у меня как бы рабочих сейчас достаточно Да, да, и ты и религию получишь И... У меня сейчас 10 в ход 84, то есть 94, 104, 114 120, 135 ходов 5 ходов до религии, в принципе 5 ходов до религии Бедный скаут мой Прощай Продолжение следует... Да, точно, я забыл, извини, пожалуйста. Все нормально. Так, нету пока смысла тут строить... Караван, потому что нету нигде амбара, чтобы отправлять караваны в столицу. Он, наверное, уэфи лагерь фармил, вот зачем он арместил. Он фармил лагерь и забрал его, наконец. Ну и да, нельзя. Бочего еще, наверное, вернул. Что? И рабочего, наверное, еще вернул. Наверное. Фига себе у тебя производство. Не, надо напрягать американца с двух сторон. Точнее, тебе сначала надо колясками попытаться Зальцбург забрать. А в это время ставить города в сторону американца. А потом тем, что останется... А, вон у меня еще сверху, кстати, где я лагерь-то убрал. Там у меня, вон, я смотрю, тоже неплохие места с... Ну, как, среднее место, конечно. Вильбург до сих пор не хочет лагерь. Ты глупый. Видимо, потому что его этот лагерь не застает, а только ко мне ходит. Я вообще не очень понимаю, как тут, честно говоря, работает эта система с лагерями. Потому что иногда города-государства вообще в каких-то... ...странных местах требуют, чтобы им лагерь... О, неужели варва мне не помешала идти? Как так? Я уж думал, сейчас обходить все придется. Вообще, и Галикар, нас бы забрать, и все. Нет, ладно. Не буду. Так а что, у тебя нету камня? Я могу в столице Галикар нас построить. Так не из-за камня же, а чтобы ими досталось. Ну да, ну... Книжки. Просто... Просто... Просто они же когда эти будут еще великие люди... ...появляться. Пойдем, может, письменность пока откроем. Без философии, просто письменность. Я не знаю, когда я буду библиотеки строить, но пусть будет. Я не знаю, когда я буду библиотеки строить, но я буду библиотеки строить. Пахну. Блин. Блин, не знаю, стоит ли под Муан с Алуангом апельсины обрабатывать. Проблема в том, что я тебе никак помочь не могу пока что вообще. Ну, как бы, могу, конечно, армию там пытаться просовывать через эти горы, но... ... ... ... ... ... ... Ладно, хоть они кг-шки засуязали, ну, с люксами не уникальными Что, австрияка минус 13, аж денег уже у меня, небось, собралось Но он, он даже не второй по армии У меня 30 тысяч, 33 тысячи у американцев Австрияк забрал Пагоды Ну, мне, у меня 126, то есть, а следующим ходом, по идее И то там, не факт, что она будет появляться Они тоже верховую езду открыли Давай в инженерку тогда, ну или пока математику просто Тут справа от Ватикана прикольное место для города тоже Надо еще вот тут, наверное, нет, раз, два, три Тут надо будет, а, тут Бостон, блин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну, с производством все ровненько идут Ты первый 32, я последний 26 У меня лошади кончились Возьми сколько надо Не, пока я не буду строить еще Хотя... А как они у тебя кончились тогда? Ну, в смысле, я уже 4 штуки использовал Давай 2 тогда Тут опасно Если он захочет Муанг-Саланг вот отсюда атаковать Вот тут у меня слабое место Си-Си-Ченалай не очень слабое Просто потому что тут немного откуда обстреливать Ну, как бы... Только вот 3, грубо говоря Если вот удалить эти джунгли Тогда можно будет еще отсюда обстреливать Но тут еще с Муанг-Саланга Си-Си-Ченалай можно подходить То есть здесь такой сложный... Да и город сам на холме стоит Плюс еще можно будет стены построить Ну, можно и не строить на самом деле Это так Я промку забрал Ну, быстрее основал, чтобы они не взяли Если что, там Си-Си-Ченалай тоже может Кстати, последняя религия осталась Мне бы основать Меже-148 А религию не дают Ну, а вон метколуки ко мне идут Так убивай их О, отлично Слушай, ну надо вот... Тебе просто надо отбиться и Зальцбург забрать То есть, ты понимаешь, сколько он ведет этих метколуков оттуда? Он явно... Я так думаю, я, Леш, мне... Ну, нам понимать... Блин, как сказать? Ну, сейчас опять две дольки получается Я тебе сейчас помочь никак не могу Мне нужно выиграть... Ну, не помогай Нет, тебе достаточно Зальцбург забрать на самом деле Заберешь Зальцбург и можешь переключаться То есть, этого достаточно Потому что, забрав Зальцбург, ты отрубаешь ему приход веры Плюс 10 То есть, он эти пагоды не сможет ставить Как его укреплять Ну, и вообще, хороший город Зальцбург-то по-хорошему Он такой... Видишь, тут три амбарных ресурса Вообще, все неплохо Но он далеко находится от его этих То есть, ты быстрее подводишь И тебе именно нужно коляской строить А не метколуки Потому что они быстрее прибегают Заберешь Зальцбург, все А пока ты забираешь Зальцбург Ставишь города вот справа от Бостона У меня проблема, что мне вот через этот кусок, где он сейчас стоит Перейти трудно Ничего не трудно А у тебя этот лучник не со скаута? Нет, нет Нет, Жуин Почти веришь, что у него там куча армии стоит Рисковать вылазить не хочу пока Пойдем в инженерку А может оптику открыть для маяка Ну ладно, пошли в инженерку Нет, мне нужен сейчас Сию золотой век, будем взял Нет, не взял Без золотого века так сильно идет 42 молотка у меня, 34 Но она переключилась, конечно Конечно Вон там выстрелился Я вот не могу И, конечно, если я сейчас коляски буду туда выводить То они кончатся сразу Мне надо город, наверное, тогда ставить туда, чтобы его продавить Или можно лес вырубить, попробовать прийти рабочим Я это быстро сделаю Ну я напоминаю, что у тебя коляски через болото не будут терять Ну, здесь они будут половину хода терять Три очка Да, ну ты сможешь дальше пробегать Я могу встать на болото и стрельнуть Я могу встать на болото и стрельнуть Но дальше бежать я О, блин, ну варвары твари Посмотрите, отойти Я как и сделал Одной коляской Ну все, там хана коляски Четыре хода Купить 35 Пожалуй, потрачу все-таки Четыре хода все равно А, стоп Я дебил Угу Уже 182 накопилось Ну что, он в Граце построил, я так понимаю Мавзолей Почему именно в Граце? В столице, наверное Ну, мне Просто А, подожди Если бы он в Граце Мне бы тогда нам бы сказала Что он в Граце построил Просто на мини-карте мигало Так, Граце мигало Значит, что Что-то в нем построилось К этому моменту В Граце В Граце Все, чтобы он в Граце Субтитры создал Так, что он в Граце Магазин В Граце Субтитры создал Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, плюс 100 нельзя брать, да, в религии? Нельзя, плюс 100 Ну что мне в укреплении взять? В мечети можешь, чтобы им не досталось Тебе надо затириваться как-то отбиться сейчас И он все-таки не нападает еще Ну, вот посмотри Парни у него не растет, в принципе Да Субтитры делал DimaTorzok Раз, два, три, четыре, пять Лучше тогда тут строить Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, Сириус уже шесть городов поставил, а у меня только четыре Вот что мне не нравится Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А как там у тебя Битва Мне хочу дать собрать ггшки Вот так вот Я думаю, я сейчас буду город тут ставить И в него эти как-то Только вот думаю, где именно город ставить лучше Ну, хотя ладно, я наверное вместо золотого века возьму себе настроение с дорог У меня будет еще счастье Знаешь, думаю, поставить вот город к горе на джунгли прямо Вот там в угол Я смогу обстреливать его юниты на песке, а потом дорогу там проложить Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение Продолжение следует... 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 Не буду врать... Придумывать что-либо... Выноси его... Просто... Доминируй... Продолжение следует... 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 А тут хорошее место будет город поставить Нормально Сюда поведу и как раз вот дорога будет Две клетки построить и все Ну я смотрю вроде давишь Давай так поменяемся У тебя один, у меня два Ну так давлю себе О, кстати, мне как раз в столице трюфеля были нужны Мне как раз медь нужна была там ПГшка вроде Как я невнимательно играю Слушай, вот раньше я это все автоматом смотрел Там знаешь, говорил это все Когда много всякими другими вещами занимаешься Оно уходит Ну смотри, у меня 55 молотков против его 40 И у меня не золотой век еще Да У него правда тоже не золотой век В общем тебе надо Зальцбург брать Да, я так и сделаю Да вот уж сделаю, пожалуйста Уже две игры за тебя проиграли Блин, я после этой игры напишу, что надо что-то с картами делать Потому что Ну ладно, сейчас там походи сначала И тогда я буду ныть О, 26 тысяч Он думал, я шучу что ли Ну да Сейчас я Надо было на рабочих раньше везти Я что-то пожадничал Сейчас тут дырок настрою Не, Зальцбург я думаю я смогу забрать, да Я думаю ты даже град сможешь забрать Да я и дальше смогу Теперь твоя задача тогда продержаться просто Окей Сириус наверное там давить начнет сейчас на тебя Ну у меня по-моему неплохо города стоят для защиты То есть тут не один из этих городов Муанг-Суланг конечно Муанг-Суланг так все стоит на самом деле Ну вот единственное Это единственное Ну понимаешь ему Муанг-Суланг надо брать только справа Вот там где у меня стоит Скаут Вот с этой стороны только атаковать Потому что с другой стороны Там Сисича Налая Будет обстреливаться и так далее Кстати мне надо стоит у Муанг-Суланга джунгли Вырубить мне так кажется Хотя Вообще у него офигенно Вот знаешь как Вот если бы я играл на его месте Я бы тупо всех Фюармил Повел к Бостону Провел мимо Килиманджаро И вот от Бостона уже нападал Выбегая вот на этот оперативный простор Около Лампанга Около Лампанга Слушай знаешь что Поставь каких-нибудь скаутов Справа от Бостона Я думаю что Сириус вполне может не на меня пойти А просто перебежать И на тебя напасть на Адву и Лалибелу То есть у Ифи Ифи у него и так все засвечивает То есть через Ифи тот же например Либо сверху То есть хоть кого-то Ну там надо поставить смотреть Или давай я туда пойду скаутом Ставлю Да Леш подожди я сейчас посмотрю Я думаю как тут ходить Знаешь как шахматы Нет не знаю что Что такое шахматы Расскажи Ну я имею ввиду что Так ладно забей короче Так от меня науку Ты больше не получаешь Жалко Кстати Ну давай хотя бы так сделаем Нам деньги Нам бы арбалеты стоило бы А блин Я думаю не откроем мы арбалеты Деньги откроем Окей Кстати они инженерное дело Не открыли Ну у Сириуса тоже армии много Он может реально тут ко мне собрался идти Ну либо меня атаковать Либо на тебя идти Тут не особо много вариантов Ну вот лучника оставлю Тогда одного здесь Наверное пока Ну слушай Ну я не сильно отстаю по армии Я армию строю И строю стены Ух Ага, видимо, он около Бостона все-таки хочет перебраться. Продолжение следует... Продолжение следует... Слушай, ну у них науки просто нет. У Сириуса 0-18, у Астриака 0-13. То есть у них науки нет. Другой вопрос... Что нам от... Просто продержись. До слонов, если доживем, то ты должен отдаваться. Так, ну вроде к тебе он не идет. Или идет, блин. Так, вот он. У него рабочий от Бостона начинает что-то строить. Я думаю, что он все-таки дорогу там строит через леса. Ладно, ну я армию строю. Что тут? Как будто какой-то выбор есть особый. Не так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кинул... Да, науки у них нету... Они ничего не открывают. Слушай, может нам все-таки мечников открыть, а? Не, Леша, не надо мечников. Ну а гильдии? Ну у нас не будет... Не надо. Послушай, у нас не будет науки на арбалеты сейчас. Она скоро закончится. Мечники не помогут. Я понимаю, что скоро закончится. Нужно что-то делать с этим, да. Ну, в принципе, мы, конечно, рынки открыли. Мы можем сейчас рынки фигачить. Но я бы сначала армию пофигачил. Опа. Ты первый по армии, я второй. Что происходит? Блин, надо не забыть, что сначала принять. Слушай, ну, наверное, мне генерала тоже надо брать с закрытия воли. Я не думаю, что тут ученые какие-то помогут. Я не буду тут шахту строить, потому что он ее может разграбить. Нафиг надо. О, луру у него отъел. Да, я вижу. А ты генерала... Я говорю, у него свой есть. Ну, должен быть. Он же закрыл волю. Еще один, еще один. А, думаешь, он не закрыл уже? Так вот... Ты же своего генерала набил? Нет, он не закрыл. Я набил. Он тоже не закрыл. Он может взять, да, генерал. Он может взять генерал. То есть тебе надо задержать... А я ему просто не дам здесь поставить уже. Ну, смотри. Спасибо. Как он это сделал? Ну, квест какой-то выполнил. Денег у них нету. А, нет, есть деньги. Откуда это деньги? Слушай, может, он взял дань? Хотя у него же последняя армия. Странно. Странно. Ну, может, американец взял, но и американец... Прикол в том, что ты даже не второй по армии. Спасибо. 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 Продолжение следует... Хочется тут, конечно, построить шахту, но тут опасно на самом деле, потому что, по идее, американец может меня видеть и коляской, например, захватывать. Ну, тут тоже опасно меня захватывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Начинает Сириус ко мне дороги строить через джунгли. Да, они только деньги открыли, все верно. Все-таки открыли, блин. Только деньги, да. А, в смысле, только деньги открыли, да. Ну, сейчас все-таки у австрийца наука появилась, так что они могут... Ну, ненадолго. Мой город обращен. Классно тебе. Дебил, опять забыл принять. Ну, блин, ну что со мной не так? У тебя нету счастья лишнего? Сейчас я гляну. У меня один. Если ты пролюкс, то, блядь. Да, да. Ну, если ты можешь мне поменять, то можно. Не, нету у меня ничего. Нечего мне тебе дать. Как мы с тобой синхронно на первых местах по армии идем, а? Ты слышишь этого метколучника около Адвы? Веди уже на фронт. Он решил. Ну, давай этот лагерь заберем. Да не надо, Леш, не отвлекайся на него. Тебе все сил нужны. Нет, ты метколуком стреляй, а я скаутом заберу. Я про это. Раз ты уже метколуком туда пришел. О, пошел на меня Сириус. Он еще и приплыл, слушай, три ремой. Построил три... Он, наверное, решил, что у меня морские караваны. Ну, это классно. Потратил ресурсы. Ну, он как? Так, он меня сейчас разграбил китов. У меня минус пять, по счастью. Правда. Да. Нехорошо. Ну, у меня по-то. Продолжение следует... ну его там варвале достает обстреляй метка луком варварский лагерь на следующий заберешь не бей его не бить ну зачем ты заберешь на следующий хп не тратить чтобы лишний блин у меня минус 6 по счастью может и микки у тебя как по счастью у меня один я могу кашки дать но и будет у тебя минус 2 мне минус 3 да ладно зальцбург хотя бы возьми а у меня минус 1 стала я принял сейчас закрыл волю в общем а Продолжение следует... Продолжение следует... что ты его отъел так вы моя часть делать сейчас я наверно те что-то давал да блин сейчас все дам и собора заберу окей давай я защитника может возьмем все таки или нет зачем тебе защитник вот тебе они не взяли ну он тогда возьму не знаю что взять быстрее пусть распространяется не дальше инсилиус же ко мне приплывет так скоро чего он к себе приплывет сверху а да да приплывет так три ему тебя и веди три ремуса у тебя же 3 мы уже веду вот что ты боишься сети 3 рема есть просто справа на тебе не защищает инженер у меня родился интересно а что-то там построил что у тебя инженер родился какое чудо что-то артемида артемида и пирамиды да фигасе на чуть генерала не убил хитрый жука я думаю что инженером бахнуть можно подождать и потом забрать мачу ну я бы мачу забрал потому что это деньги все есть факт что мы выйдем туда ну пока 10 ходов он библиотеку сады терракотку ну библиотека нафиг не нужно тут а что строка только если думать о ней подожди а где ты вообще можешь мачу посоль ты можешь только в гондоре а у тебя будет там производства то есть ты просто там инженер там 201 молоток стоит это чудо да но одним жителем ты сможешь построить нет а мне от производства зависит от количества жителей там идет примерно 200 плюс 30 за к и на каждого жителя что-то такое примерно она потом американец уже 1 по армии суши ну надо забирать как-то зальцбург то у меня тут печаль к нападают понимаешь демоны он что отбить хочет город ну следующий ход и заберу такой набить мне кажется может чтобы не было и он и и и и и и и и Так воля в 5 у всех, кроме меня Затормозил с волей У меня традиция же в 1 еще Субтитры сделал DimaTorzok Сириус мне территорию отъел Дима Торзок 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 моя очередь тромку показывать 70 дел наверное возьму странным типо я последний но при этом 3 написано конечно генерал возьмешь и а а и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ты его там дальше гнобишь или тяжело? Ну он еще раз Зальцбург заберет. На следующий ход, наверное. А ты Зальцбург сжечь не хочешь? Ну понятно, что я его как бы выигрываю. И скорее всего, если так будет продолжаться, то я его заберу. Просто тебя тоже там, видимо, забирают. Да, меня забирают. Ну как, он пока еще ни один город не обстреливал. Но то, что он мне армию убивает, это точно. Блин, а где мой пророк? Что за фигня? Спасибо. 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 Главное, он уже генерала себе набил. А мне до генерала еще фиг знает сколько. Еще, блин, 90 очков. То есть он как минимум еще одну крепость поставит явно. Удачи. рассинхрон кто там кликает на последнюю не куда-то делся так а я должен загрузить надеюсь у меня пошла загрузка у меня тоже стоп ну раз он уже про атаковал меня а вот своим метка луком идешь тут не понял а что почему я не разграбил плантации что тут за хрень я прекрасно помню как я грабил эти он поставил крепость и своим вот этим дуболом который тут стоит разграбил ему плантации бред какой-то блин а где мой пророк я не понимаю а 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 что они инженерное дело открыли конец обстреляем метколуком метколук который на горе а у тебя там своем забыл у тебя своя битва идет и и и и и и и Он ведет второго генерала, видимо, крепость ставить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ну да ДимаTorzok 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 ДимаTorzok